В Одессе испанский стрит-арт художник Мухаммед Альгашам оставил после себя незавершенный мурал на стене жилого дома на улице Приморская. В рамках международного проекта Одиссариум художник из Барселоны должен был нарисовать два мурала. Однако за 8 дней пребывания в Одессе дальше эскиза не продвинулся, а после конфликта с руководством проекта вернулся в Испанию. Куратор проекта Елена Орлова прокомментировала репортеру ситуацию. — Художник этот не первого эшелона, он должен был нарисовать музыкальную тему. Мы попросили, да, они никогда не рисуют по заказу. Хочет тюленя — будет тюлень, хочет, я не знаю, военные действия — будут военные действия. Семья — семья, бабочка — бабочка. Короче, непонятно. И он дорисовал к своей тете нелепой, дорисовал скрипку. Получилась красивая скрипка, но это я ее утвердила, это на самом деле очень знаковая для города стена, музыкальная академия Салика. Вот, музыкального театра имени Салика. Мы убрали оттуда билборд, то есть там все было, очень много согласований. И решили рисовать все, он рисует день, два, три, ну как бы у меня есть опыт уже в этом. И мне даже манфотограф сказал, Лен, я там каждый день фотографирую, что-то не так. Ну, то есть получается, что он знает, что такую стену художник нарисует за два дня. Идет пятый день, он увеличивать картину начал. Увеличил картину, нам показалось, что там не влезает скрипка. А это была главная просьба, хоть что-то о музыке. Это был его эскиз. Я ему написала, есть тоже переписка, он написал, Елена, я нарисую что-то другое, музыкальное, не волнуйтесь, все окей. Тогда оставался один день до отлета, а вот все в таком же получается. Они пили чай, не гуляли, ну сиестовок. Тут мне позвонили из отеля, сказали, ваши гости выехали. Они перестали выходить на связь, скорее всего. Мы будем это все перерисовывать заново. Сейчас ведем переговоры с двумя украинскими художниками. И будем рисовать совершенно другой сюжет. Мне очень жаль денег, времени, нервов и того, что он раздул.